Здоровенький народ, какие дела? С вами Сергей Халье, вы смотрите канал Hellplay, мы продолжаем играть в Marder and Soul Suspect. Мы добрались до логово убийцы, и фактически стоим на пороге открытия, на пороге тайн, которые нам сейчас вот распахнут свои двери. Мы узнаем наконец-то, почему я провалился в лестницу, несмотря на то, что я всё равно её опознал, так сказать. Вот, ам, короче, короче говоря, осталось чуть-чуть, да, смотрите, стихотворение. Ища диада среди людей, для душ невинных нет страшней, быть пищей бесовских, бесовским слугам, но ты получишь под заслугом. А, похоже, на считалочку для оскорбления чувств верующих. Нет, для оскорбления, не для оскорбления, а для запугивания, если быть точным, людей. Впиздуйте, считалочки, всё понятно. Давайте лучше найдём... Да, ещё одна. Ещё, блядь, одна охуеть теперь. А, погодите, смотрите. Ну-ка. Вынимать, это что ещё за дерьмо? Хорошо подобрал слово. Хочу заметить. Так это ж про эту, про... Ну да, вот про неё, всё верно. Блин, это про Джой. Оперативный штаб по делу звонаря. Надо тут всё осмотреть. Так, окей. Избавить мир от колдовства, изгнать от родителей, короче, всякая хуйня. А, надо шесть улик найти, нет проблем. Начинаем. А, это был сам Дьявол. Мэр Стадер утверждает, что он не виновен в жутких убийствах. Среда... 1903 года, газета. Более ста лет назад Салеме произошло несколько зверских убийств. Нихуя. Среда 1940 года. Найдет третьей повешенной. Три убийства через повешенные связаны с позорной историей Салема. Большой отрезок времени, стоит заметить. Жертвы и способы их убийства. Личные вещи. Что там написано? Убийственное прошлое написано. Убийственное прошлое или что-то такое? Карта прошлых убийств. Кстати, там проход какой-то, смотрите. А, шесть улик мы собрали. Погодите, очень странно, что разница почти 40 лет. Ну, то есть... Я знаю, что есть подражатели у многих убийц. Ну, знаете, типа, как фанаты. Но... Прямо что, серия подражателей, что ли? То есть, вот сейчас, вот в нынешнее время это происходит, там, в пятом, потом в сороковом году, там, сто лет. Это... Чё за бред? Каста подражателей? Стоп, стоп, стоп. Похожие убийства. Да. Но между ними... Десятки лет. Да, верно. Что это значит? Подражатель за двор? А, он тоже... Я тоже так думаю, чувак. Ай, как об меня понятия не имеют. Что ещё ты спрятал в этом доме, урод? Что это было? Ясно, когда такой звук, значит, они рядом. Не похоже, что это подражатели, потому что... Ну, блядь. Ну, как бы, они что, там, растят целое поколение подражателей, у них рождается ребёнок, а ты ему в будущем так и говоришь, вот будешь потом, значит, убивать людей, как убивал один из тех, по кому мы пиздец как фанатеем. Это вот так вот это выглядит должно? Или... Или как? Я просто понять не могу, это бред. Это, наоборот, больше указывает на теорию с призраком. О которой я говорил. Нет. Ворона нет, ворона уже не отвлекает. Ах, блядь, сука. В общем, ребят, по-моему, виноват призрак. Хотите вы того или нет? Меня больше интересует вопрос следующий. В кого он может вселяться, в призрак? Но призрак, если вселяется, то он может вселяться в любого. Я имею в виду, кого он выбирает, как бы, для убийства. То есть, кто у нас убийца? В кого он... Вернее, это не убийца, но... Блядь, ну что такое? Я же... У тебя же ворона. Какого хуя? Ворона же не перестала это работать, что ли? Ворона, почему ты не работает? Да нет, иди нахуй, правда. Призрак, иди в пизду, задолбал. Все, уходи, ничего нет. Молодец. Ну, привлечет кого-нибудь? Так, давай, разберемся с тобой. Уходим, уходим, уходим. Такой злобный призрак. Жопа, повернулся, давайте. Давай, 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 давай. Так, ясно, мы, правда, не видим казнь, но ладно. Это не так страшно. Хорошо, я разобрался с ними. Можем продолжать свой путь. Кого же вселяется Абигейл? А прикиньте, это не она. Ну, блин, ну как не она? Похоже, что это она, потому что она самая подозрительная. Хотя, наоборот, так все запутанное к тому, что... Ну, ведь на самом деле, это может быть вообще кто угодно. Я говорю, там муха показали, но если... Хорошо, мне пора остановиться на какой-то одной теории. Я остановлюсь на теории, что это Абби. Вот, и что она вселяется в людей и убивает других людей в качестве звонаря. Но я... Что такое? А, ну я не знаю, в кого она вселяется. Я к тому, что... Бакстер, может быть, как раз-таки. Поэтому его не видят. Но Бакст... Не, ну тут уже, как бы, характера Бакстера значения не имеет. Наша вселилась, как бы, он против своей воли это делает, да? Ну... То есть, как бы, тут-то может быть кто угодно. И наш брат... Ой, и брат нашей жены, может быть. И Бакстер, может быть. И Рекс. И... Да кто только... Кто угодно. Даже мы! Ну, мы мертвы, правда. Да, это не можем быть мы. Мы мертвы. Хотя, в прошлом мы могли быть. Но я к тому, что мы в прошлом могли убивать. Ну, в смысле, не то, чтобы мы любили убивать. А к тому, что... Мы могли убивать... Эм... Блять, быстрее. Так. Типа, она вселилась, мы убили кого-нибудь, пока были живы. Хотя, хуй знает. Я, в общем, к тому, что это может быть вообще кто угодно. И, как я не знаю, этих мудаков всех обойти. О! Отлично! Тут должен быть минус один. Что? Я не туда нажал? А, да, да. Не туда точно. Все, потерял нас уже? Отлично. Так бы всегда. Так бы сразу, как говорится. А-а-а! Нет! А-а-а! Да-да-да. Неплохо, неплохо. Но, извини, бро. Меня здесь нет. Блять, призраки раздражают. Я к тому, что... Они не пугают, ничего не делают. На самом деле, они толком не мешают. Они просто дают какой-то... Ну, то... Просто замедляют игру, не более того. Не те противники, чтобы, бля... Их здесь вводили, и что-то... Да, блядь! Давай, ворона, работай, задолбала. Кар-кар, смотрите, какое... Смотрите, какая ворона привлекательная! Почему никто на нее не реагирует? Отлично. Хоть кто-то. Так, это уже проще. Все-таки минус один. Так, давай-давай-давай-давай, я успею. Отлично. А что, если мы просто возьмем вот сюда и съебем теперь? Здесь можно съебать? А, нам, то есть, туда-нагде призраки, что ли, я так понимаю, теперь. Так, вот он. Ай, блядь! То есть, все-таки они решили попить, да? Вдвоем, причем. Ёбаные ублюдки, блядь. Ай, на двоих потруднее скрыться. Ай, блядь. Нет! Ребят, давайте вы уже забьете на всю эту хлюну. Блядь, да ладно. Нет. Иногда не видно, на кого, на какой они реагируют просто. Да блядь! Мешает текстуру, сука, съебать. Видите, не могу телепортироваться, загораживает, тварь. Единая, ебаная, какие-то признаки бесят, сука. Иди нахуй, за колбал. Пиздец, нет. С двумя, когда всего четыре варианта и текстуры мешают телепортироваться к следующей хуйне, и это полный пиздец. Ой, блядь. Нихуя, нихуя! Смотрите, смотрите, они. А, все равно зацикли, да? Я рано вышел. Садик, танцуй с синхромом. Блядь. Ой, пиздец. Ребят, чё такое? Как-то зацикли-то, блядь, где? Чё за бред? Непонятно вообще, как зацикли. Чё за... Просто идиотизм какой-то. Отлично, он ушел. Так, давай с тобой разберемся сразу. Ай, блядь. Почему я не могу сквозь эту хуйню пройти? Она чё, смещена была, что ли? Аааа! Ой, блядь, как тупо, сука! Почему в той хрени, которая вот там стояла посреди комнаты, я никак не мог её пройти сквозь неё? Вот, видите, вот-вот, эта хрень, которая вот, она стоит. Почему сквозь неё он не пошёл? Ну... Ой, блядь, что за хуйня они играют? Отлично, блядь. Так, давай, ты вроде бы отвернулся. Ну? Отлично. Где ещё двое? Ага, понятно. Так, всё, и вот так я съебу от вас. Уйдите нахуй все. Задолбали, вперёд в подвал. Наконец-то. Вот так вот, вот он, Бакстер, неподозреваемый он, я же сказал. Невиновен, вернее. Кто за чертовщина? Ты больной ублюдок. Скажи, зачем? Зачем тебе понадобилось убивать всех этих маленьких девочек? Ты думаешь, это я, звонарь? Ты что, совсем спятил? Я никого не убивал? Ты должен мне помочь. Где мы вообще? Нужно выбираться отсюда. Нужно выбираться. Так теперь мы с тобой друзья, да? Ха-ха-ха. Рассказывай, что тут происходит. Ну, вот так вот. Видите, он-то... Бакстер не виновен. Он не убийца, как я и говорил. Такие люди не могут быть убийцей. Это интересно, потому что это сто процентов снизило круг. Тогда в кого же селяется... ...наш дорогая Абигейл? Или как там ее точно? Неужто в Рекса? Или какого-нибудь другого персонажа, которого мы толком даже не заметили? Давайте спросим, кто тебя убил. Кто тебя убил? Звонарь, придурок. Но я не успел разглядеть его лицо. Окей, где убийца? Где убийца? Не знаю. Он может быть где угодно. Но когда мы дрались, он кое-что сказал. Стой, стой, стой. Убийца мог говорить? Ну да. Кажется, я его разозлил. Сказал ублюдку, что он скоро сдохнет. А он такой... Я знаком со смертью. И что-то там вроде... Мое орудие смерти снова ждет работа. Мое орудие смерти? Но он убивает всегда по-разному. Не понимаю. Да. Я тоже. Придется разбираться, что это значит. Видите? Я знаком со смертью. Это говорит о том, что призрак вселяется. Типа, призрак, я знаком со смертью. А орудие, наверное... Я не знаю, может он человека так называет, которым пользуется. Ну, типа... Мое орудие... Ну, как бы... Вот сейчас вот этого чувака, который захватил, типа ждет работа. Не знаю. Или... Одно испыток. Шел по следу. Я никогда не бросал это дело. Я же говорил. Мы с экстрасенсом, с Кассандрой, выяснили, что звонарь охотится на медиумов. А потом берет и казнит их, как ведьм. Я уже не мог бросить дело. Даже после приказа Рекса. Так вот почему ты был в музее. Видите, парень-то не бросал дело, расследовал, удался помочь. Ты знаешь, как снивается Кассандра? Она хоть жива? Принципы у нее жесткие. Думаю, да. Я отвез ее подальше, в дом за городом. Боже, так она жива. Я думал, она давно погибла. Вот теперь Джой обрадуется. И не останется одна. Кассандра упоминала свою дочь? Только о ней и говорила. Мы искали Джой, хотя это было очень рискованно. Кассандра умоляла меня выяснить, где ее дочка. Но я ее не нашел. Ты сейчас удивишься. Джой помогла мне сегодня. Конечно, один. Ты бы так далеко не продвинулся. Ну да, как и ты без помощи ее матери. Да, возвращайся к Кассандре. Проверь, как она там и отведи в участок. Что будем делать? Я по-быстрому загляну в подвал, а потом составлю план. Надеюсь. Вот так вот, ребята. Прямо, прямо-таки Бакстер знал Джой. Хотел он тебе позаботиться о ней. Короче говоря, Бакстер хороший мужик, как я и говорил. У него просто принципы свои жесткие. Из-за этого он очень груб с другими людьми. Вот и все. Палец. Посмотрите, палец дрыгается. Черт, что тут произошло? Что здесь произошло, Семрик? Что здесь произошло? Окей, давайте узнаем. Что он делает? Ну, судя по тому, как он палец... Он, во-первых, суровый. Хотя, давай сначала... Мне кажется, он обвиняет. Судит. Спокойный, доволен и суровый, да. Ты говоришь, что невинно? Но ты знаешь, что тебе не избежать заслуженной кары. Михайлов бесится, потому что его альбом не раскупают. Мне как же он похож на Стаса Михайлову, смотрите. Это что? Потушенный свет. Интересно. Опат. Узница. Опа. Это ж Аби. Она... В тюрьме. Она не поет, блядь. Она умоляет. Я думала, это справедливый суд. Так где же он? Как она бесит, блядь. А бегала, держали в заперте, она считала, что это несправедливо. Ну, хуй знает. О, знак звонаря! Кто это нарисовал? Она? Потому что она и есть звонарь, нет? Чё тупой уже, всё ясно. Короче говоря, она убийца. Она звонарь, она звонарь, я знаю, звонарь она! А-а-а! Ну, блядь, я молодец. Я разгадал это дело раньше, чем... Кстати, говорить, можно пройти. Раньше, чем... Нам это показали. Ну, всё понятно, короче говоря. Звонарь это она. Интересно теперь, а в кого она вселяется, чтобы... Чтобы убивать. Но точно не в Стаса Михайлова. Стас Михайлов уже давно умер. Так, что здесь произошло? Знак звонаря. Знак в камере. Обигаева в заточении. Её обвиняют. Вот что здесь произошло. Ты говоришь, что невинно, но ты знаешь, что тебе не избежать заслуженной кары! Я думала, это справедливый суд! Так где же он? Суд не место для твоих грязных наветов. Ты ища, Диада. Своими ложными обвинениями ты посылала невинных на смерть. Сегодня их родные увидят, как свершится правосудие. Ложными обвинениями? Что за мерзость ты молюешь? Мой знак, как клеймо, прожжёт плоть этого города. Пусть это займёт целую вечность, но я постараюсь, чтобы колокол прозвонил по каждой ведьме в салиме. Да! Стоп. Выходит, мой убийца. Обигай. Гениально, сыщик! Она звонарь. Да! Разве это возможно? Да! Нужно выбираться отсюда и выследить её. Да! Надо! Всё ясно! Короче, ай да я, ай да молодец. Раскрыл дело. Вопрос только, в кого она вселяется. Ну, я уже сделал предположение. Мне кажется, это либо Рекс, либо ещё какой-нибудь другой чувак, потому что из главных персонажей, которые более-менее мелькали, остались только они. Испечен. Рекс уже проявился. Он вёз девчонка в участок. Сейчас мы его вызываем, а он не отвечает. Ни по рации, ни по телефону. Вот оно! Его не было. Как появиться? Поехал убивать! Всё! Конец! А чёрт! Всё ясно! Попал. Значит, всё происходит прямо сейчас. Козёл, куда ты дел Джой? Всё ясно. Куда он дел Джой, блядь? Куда Абигелин могла затащить Джой? Так. Говорили про орудие смерти убийцы. Нам рассказывал Лысик. Говорил, что он сказал про орудие смерти, и ещё он сказал, что ему знакома смерть. Абигел звонарь. Чердак церкви? Есть ли что-то связанное с Рексом? Куда шла свидетельница? Дом правосудия. Нет. Мы сейчас в нём. Нет новых улик. Не то. Церковь? Да это точно не церковь. Кто там ушёл убийца? Это вопрос. Старинная веселица. И, возможно, это орудие убийства она имела в виду. Да. А старинная веселица была в этом, в музее. Вроде смерти, то есть её смерти. Там, где её казнили. Значит, она в музее. Вроде идёт о веселице в музее. Ну да, это понятно. Держись, малышка. Я иду. Да, да. Иди. Иди. Понятно всё. Рекс. Короче говоря, в Рексах селилась Абигейл. И решила убить. Выследить. Да. Новая задача добраться до музея. Блядь. Выход бы ещё, сука, найти. А, блядь. Я ещё не убил его. А, вот выход. А, всё, короче, понятно. Да, перейти в город. Короче говоря, Абигейл селилась в Рекса и убивала всё время этих чуваков. Ну, как его, медиумов. Короче, всё было вот так. То есть, Рекс убийца. Хотя. Да. Вот, вот она дилемма. Да? То есть. Ну, видите, она может вселяться. Соответственно, вообще убийца мог быть, в принципе, кто угодно. Ну, то есть. Хотя голубые глаза. Я не помню, что про Рекса говорили, что у Рекса голубые глаза. Помните, убийцы считали, что у него голубые глаза? Хотя, может, у Рекса голубые глаза? Я понятия не имею. Но Рекс у нас... Рекс у нас брюнет. Ну, тёмные волосы, да? Небольшая вероятность, что у Рекса голубые глаза могут быть. Хотя могут, безусловно. Я не говорю, что не могут. Просто небольшая вероятность. Вот кто-то светловолосый. Хуй знает. Ну, короче говоря, окей. Мы уже добрались до музея. Мы прямо вот оно! Мы сейчас... Ни одно убийство нельзя оправдать. А когда некий псих начинает убивать людей, руководствуясь своими представлениями о высшей справедливости, это ещё отвратительнее. Музей выглядит немного по-другому. Теперь. И вот этих разводов демона не было. Добраться до музея. Хорошо. Чё, есть чё? Спасти Джой. То есть мы сейчас будем спасать Джой, окей. Вот он! Рекс! Ронан, спаси! А ну-ка, не с места. У него не голубые глаза! Нет, только не ты, Рекс. У него зелёные! Она тут совсем ни при чём, убегает. Как у меня прям. Ещё как при чём. Или это голубые? Мы казним ведьм, наводящий к ним. Их порчу на наш город. Туда, вниз. Идём. Тех, кто заключил договор с дьяволом и обрёл силу, которую у обыкновенного человека быть не должно. Так же, как и ты. Не смей сравнивать её со мной! Да, это не голубые глаза же, блин. Руки вверх! Живо! На помощь! Всё, Рексу капсда. Руки вверх! Не сомнится! Руки вверх! Или сейчас наверняка будет про эта херня. Мы же, ну, как бы... Ух, нихуя! Как она может людьми управлять, круто! Тогда да, всё, понятно. Это ж не голубые глаза! Точно не голубые! Что ты делаешь? Блядь, но... Говорили же, что у жертв... Одна из... Одна из... Жертва, которая спаслась, говорила, что были голубые глаза. Лиско подошёл к разгадке. Ронан, сделай что-нибудь! Держись, малышка! Я сейчас. Получается, убийц было двое. Ну, в смысле, она в разных вселялась. Так, чё, восемнадцать нихуя себе здесь на время впервые. Как мне спасти Джой? Вселиться. Влияние. Как остановить Абигайль? Записки матери. Куда шла свидетельница? Личность убийцы. Одна зацепка. Стихия Джой. Громкий крик. Привациальная цель, вероятно. Свидетель партнёрства. Ну, наверное, громкий крик. Это ж когда она орёт и духов выбивает. Помните, когда мы с ней первая встретились или что-то такое? Она, типа, что-то там заорала. И нас, давайте попробуем громкий крик, окей. Вот так вот, блядь. Всё кончено, бегай. Сдавайся, шлюха! Видите, она посмотрела, типа она собирается вселиться в неё. Нет. В него нет. Схватить! Смотрите, это... Это пришло, Абигейль Уильямс! Это её! Ты проклятие, Салема! И сейчас ты заплатишь за свои грехи! Не может быть! Что, хочешь залезть в мою память? Ну что ж, попробуй. И у неё зелёные глаза, то есть призрак не мог передавать глаза. Ну понятно. Я знаю правду о твоей смерти. Но до сих пор ничего не знаю о своей. Так значит, меня убил Рекс, мой друг. Рекс был самым авторитетным. Самым уважаемым, грозным представителем власти. Конечно же он. Охуеть, вот так вот. Меня убили рука... Меня убили Рекс. Абигейль убил меня руками Рекса. Это точно был не Рекс. У убийцы Роуз были голубые глаза. Да! Для каждой цели у меня был свой убийца. Не один и тот же. А-а-а! Этот лысый негр! Бакстер. Ой, Бакстер в смысле, блядь. А-а-а! Ебать! Вот оно что! Ну то есть и в этом я тоже был прав, в конце концов. И зачем был убивать Бакстера? А зачем ты убила Бакстера? Я всех сначала использую, а потом убиваю. Особенно тех, кто подошел близко к разгадке. Вот так вот. А зачем было убивать меня? В той комнате я не был близок к разгадке. И я не один из убийц. За что-то убило меня. А-а-а! Ну? Охренеть! Мы убили! Мы тоже были убийцей! Вот это да! Какая сука, какая ебала, блядь, бесивная у этой бабы. Маленькая призрака. Ты сделала меня убийцей. Да-а-а! Ох, нихуя! Так она еще демонические разломы вызывает эти. Ну ничего. Ты отправишься со мной. Какая-то озвучка безэмоциональная все-таки, бля. Отвести! Нет! Не надо! Все. Покончено с ней. Ну что ж. Сергей Клев, сыщик, почти верно все предсказал. Ну это было понятно на самом деле. Очень много вещей, которые на это указывали. Так, и что теперь будет? С нами? Да и вообще... У всех в душе есть темный угол. Иногда это очевидно. Иногда нет. Если повезет, в этот темный угол никто не заглянет. Перед законом Рекс был убийцей. Но закон зачастую слеп. А Джои все знает. Она ни за что не станет обвинять Рекса. И надеюсь, поможет ему скрыть улики. Я одно могу сказать. Она гораздо лучше, чем я был в ее годы. Девочка достойна прощения. Она его заслужила. А мелкие правонарушения, которые она совершила, пока искала мать, на это даже самые суровые копы закроют глаза. Мам! Звонарь перестал убивать после того, как Сабигайль было покончено. Но его дело так и не закрыто. Воспоминания стираются, время лечит. Если повезет, Сален ждут лучшие времена. Смерть – расплата за все долги, так говорил мой отец всегда. И я в это верил. Но оказалось, жизнь не кончается, пока все не исправишь. Пока не уплатишь все, что должен, до конца. Только тогда сможешь двигаться дальше. Роман. Вот и все. Ну что ж, ребята, я надеюсь, вам это понравилось. Вот такая история детективная была, где мы расследовали собственные убийства и параллельно раскрыли и, наконец-то, избавились, избавились Салем от проклятия звунаря Эбигейл, которая убивала всех, потому что была тупорылой маленькой сукой. Вот. И обвиняла всех медиуму в том, что они ведьмы. Вот так вот. Ну, игре бы я поставил, наверное, 4 с минусом, потому что... Или 3 с плюсом. Где-то так, потому что мне нравится идея, мне нравится подача, но мне не нравится то, что здесь много багов, мне не нравится здесь система сохранения, которая может привести к всякой хуйне. На самом деле нельзя так делать. Надо давать людям сохраняться там, где они хотят. Что это за консольная ебала в виде автосохранений? Это полная хуйня. А в-третьих, непонятно иногда, что... Вернее, почти всегда непонятно, что игра от тебя хочет. Игра задает абсолютно неопределенный вопрос и настолько неопределенный и обширный, который подходит при грамотных рассуждениях на самом деле к миллиардам, абсолютно к миллиардам улик и разной хрени, что все, в принципе, можно связать и вот ебись как хочешь и только ты ошибаешься, игра тебе говорит, что нет, я имела в виду то. Ну, блять, бред какой-то, абсолютно. Ну и что ты иногда бежишь впереди сюжета, то есть игра очень... А игра как сначала тебе ничего не говорит, а потом определенный момент говорит заранее все. И если проскинуть мозгами, вот как я, сразу понимаешь, в чем собака зарыта, заранее причем, блять, совсем. И потом, как бы, ну вот так вот. Хуй знает, в общем, вот такая вот у меня, такое вот у меня мнение сложилось об игре. Вот, ребят, спасибо, что смотрели меня, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь на канал, добавляйтесь в друзьяшки ВКонтакте, вступайте в группу в Стиме, вступайте в группу ВКонтакте. Надеюсь, вам это понравилось. С вами был Сергей Хелье, счастья, удачи вам и здоровья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок